итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 12 февраля и давайте посмотрим на графике еврофунта поговорим о перспективах движения видим что евро осталось торговаться в угловом канале собственникой важной фундаментальной статистики у нас не выходила прогноз от еврокомиссии на которой я делал вчера акцент в целом оказался не таким уж и плохим до были пересмотрены перспективы роста европейской экономики на в первом квартале этого года но европейской комиссии ответить на отметили что в случае если вакцинация будет идти достаточно хорошо то можно рассчитывать на более активные темпы роста уже концу этого года был пересмотрен в положительную сторону прогноз на 22 год но это темпы роста инфляции также были пересмотрены в сторону роста и соответственно никакой реакции от европейской валюты не последовало остались торговаться в узком боковом канале если что можно отметить это обновили мхай если бы его не обновили то был бы образован очень хороший сигнал на продажу евро пока мы обновляем максимум и надежда на сохранение восходящей тенденции будет оставаться и новой целью покупателей является уже сопротивление 2149 но для этого им нужно защитить поддержку 20 10 формирование сложного пробоя сегодня будет сигналом на 3 длинных позиций видим что волатильность очень маленькая порядка 40 пунктов что конечно связывает руки трейдерам если никакой активности на 2110 не будет закрепление ниже этого уровня быстро столкнет евро на 269 это уже будет хорошая исходящая коррекция от этого диапазона можно открывать длинные позиции сразу наскок если мы формируем ложный пробой на 2149 то это также продажи в расчете на возврата 2110 закрепление выше этого уровня хотя честно говоря даже не представляю какие сегодня могут выйти данные чтобы мы пробились выше этого диапазона придет к выходу на максимум 2187 откуда можно открывать короткие позиции сразу наскок в целом почему низкая такая волатильность и низкие объемы торгов у трейдеров нету пока никаких ориентиров покупать такой дорогой евро на текущих максимумах никто не хочет так помним мы январьские заявления интервенции о том что дорогой евро сейчас никому не нужен особенно когда экономика находится под таким ударом пандемии коронавируса поэтому не исключено что в случае роста курса евро выше европейский странный банк начнет действовать на ослабление в это же время слабость американского доллара никто не хочет покупать доллар по причине того что вливаются триллионы все это размывает позиции американского доллара и его перспективы как бы даже несмотря на более активного восстановления экономики на фазу активного восстановления экономики вливание таких огромных объемов денег не делает американский доллар при этом привлекательным и ослабляет его против ряда других мировых валют что касается фундаментальной статистики на сегодня то внимание будет у нас к огромному объему данных по великобритании публикуется нас ввп за декабрь этого года видим что прогнозом экономистов экономика должна вырасти в декабре и должна вырасти за четвертый квартал если эти отчеты кажутся правильными либо даже лучше прогнозы экономистов не исключено что британский фонд будет более активно восстанавливаться так как все-таки темпы вакцинации которые там проводятся оставляют надежду на то что экономика будет расти более быстрыми темпами в первом квартале уже этого года объем промышленного производства посмотрим ну и привлекут внимание привлечет внимание активной сфере услуг который может сохраниться больше ничего интересного не опубликуется по великобритании по еврозоне посмотрим на изменения объемом промышленного производства хотя вряд ли показатель за декабрь нам расскажет что-то интересное ну и во второй половине дня уже индексы строения от потребителей тертимичигана видим что он может немножко вырасти опережающий индекс на февраль и это может оказать поддержку американскому доллару теперь что касается британского фунта то видим здесь продолжается у нас нисходящая коррекция к сожалению вчера добиться удобной точки продажи не получилось были у нас покупки в принципе точки входа в длинные позиции прошли порядка 30 пунктов но видим что рынок все-таки коррекционно и сегодня много будет зависеть сейчас повторюсь от данных по великобритании если отчет окажется лучше прогнозов на месяцев то формирование ложного пробоя на 37 83 и возврат на 38 20 прямой сигнал на 3 длинных позиций по фунту и выходим на 38 62 и нацелимся на 39 фигуру 39 10 если данные совпадут с прогнозами либо кажется хуже прогнозов кто закрепление ниже 37 83 либо формирование ложного пробоя на 38 20 сигнал на продажу и ровненько мы я думаю падаем на 37 32 здесь можно открывать длинные позиции в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня всем удачи и хороших выходных не fireworksẻ 갖ены до 4 длинных позициями к 8 по 4 длинных позиции чтобы было с employ